Я всех вас приветствую, Любовь Иисуса Христа. И я сегодня хочу говорить о любви, но ракурс, который я хочу дать, он может быть покажется вам немножко необычным. Потому что, знаете, когда мы являемся людьми верующими, когда уже нас коснулся Дух Божий, мы почему-то думаем, что мы можем вот сломать под себя этот мир, или как-то его завоевать, или как-то, ну не знаю, силой что ли, да, втиснуть туда вот ту информацию или тот посыл духовный, который в нас горит, который мы хотим донести этим людям. Но очень часто мы наталкиваемся на непонимание, потому что нас начинают воспринимать как фанатиков, начинают просто воспринимать как людей, которым, ну не знаю, мягко говоря, промыл кто-то мозги. И вот я сегодня хочу поговорить о том, чтобы наше внутреннее состояние в тот момент, когда мы служим Богу и когда мы служим людям, потому что мы не можем совершить служение Богу, не служа людям. Я сегодня коснусь этой темы. Вот две заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоею и всем разумением твоим. И вторая заповедь, подобная первая. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Обратите внимание на то, что Бога надо любить сердцем, душою и написано крепостью своею. Я немного касался когда-то этой темы, да. Вот я вижу здесь некоторые сферы жизни нашей, потому что всем сердцем более-менее понятно нам, да. То есть моя настоящая внутренняя составляющая, тот мой человек, который живет в этом теле, центр моей личности, это и есть сердце. Речь не идет в Библии о мышечном органе, который качает кровь. Всей своей душою это значит, что мы с вами переживаем в течение жизни определенный эмоциональный фон, на котором происходят те или иные события. И мы в этих событиях также принимаем участие. И вот мой человек, он реагирует на этот внешний или успокоитель, или раздражитель, но он реагирует каким-то образом. Таким вот образом человек коммуницирует со средой. И возлюби Господа Бога всем своей, всей крепостью Твоею. Речь идет о том, что все, что мы можем приобрести на этой земле, от этого нам тоже нужно какую-то часть отдать Богу. Любить Бога крепостью Своей. Вот это значит буквально от поля своего, или от заработка своего, или от наследства, которое ты получил. То есть когда что-то в твою жизнь приходит, нужно делом явить, что ты любишь Бога. Что такое крепость? Ну кто-то рассчитывает на физическую силу, да? Кто-то рассчитывает на счет в банке. Это же тоже крепость, можно сказать, в которой человек может прятаться или находиться. Так вот, любить Бога своей крепостью, это значит любить Его материальной составляющей в моей жизни. Не важно, как она выражена. Важно делать это. А вот близнего своего надо любить так, как ты любишь самого себя. Я не знаю, как другим, мне очень сильно помогает эта заповедь. Когда я общаюсь с людьми, я проецирую на себя, чего я ждал бы, чего я хотел бы. И я стараюсь или я пытаюсь дать человеку то, что я хотел бы получить в данной конкретной ситуации. Если, например, какая-то рана, я бы хотел, чтобы кто-то меня погладил, полечил, перевязал, повздыхал вместе со мной, да? И просто сказал, ого, как я тебя понимаю. Вы знаете, сразу легче становится. Сразу легче становится. Вы когда-нибудь задумались, почему пожилые люди, сидя на лавочке, говорят о своих болезнях? Чтобы им тогда легче становится. Легче становится. Слава Богу, что в теле Христа пожилым людям чаще и чаще приходится слышать о здоровье, о вечности, о том, что, да, храмина эта, она ветшает, но идем мы в будущее. Понимаете, у верующего человека есть будущее. Это удивительно. Сегодня мы с вами будем опираться или рассмотрим вторую главу книги пророка Иезекхиля. Сразу могу сказать, что это одна из моих любимых книг вообще в Писании. И пророческих также. Несмотря на то, что величайший из пророков считается Исайя, и книга пророка Исайи, она вообще удивительным образом как бы отражает всю Библию в миниатюре. Например, в Писании, в канон священного Писания, в Ветхий и Новый Завет, это 66 книг. Книга пророка Исайя содержит 66 глав. Ветхий Завет состоит из 39 книг. И Новый Завет состоит из 27 книг. Вместе 66. Первая часть книги пророка Исайи – 39 глав. Я вот могу вам сегодня засвидетельствовать об этом, потому что, прочитав эту книгу на иврите, я убедился на самом деле, что вот эти первые 39 глав настолько тяжело читать. Они написаны таким высоким языком и ивритом. А с 40 по 66, знаете, такое ощущение, как будто сел на саночке и поехал с горки, вот по снегу. Как будто другой человек пишет. Меняется стиль, меняется направление мысли, вот. И главная мысль или середина священного Писания, вот географическая середина Библии по стихам. Это 53 глава пророка Исайи, с 3 по 6 стихи. Есть много других интересных вещей, но сегодня мы с вами откроем книгу пророка Исакиля. Вторая глава, пожалуйста. Я зачитаю всю главу, потому что нам понадобится весь текст. Давайте мы все откроем книгу. Такое было видение, подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глаз глаголющего. И он сказал мне, сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне. И он сказал мне, сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня, они и отцы их, изменники предо мною, до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя. И ты скажешь им, так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их. И если они волксами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открою статвы и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его предо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи. И написано на нем плач и стон и горе. Аминь. Речь идет во второй главе о призвании пророка Иезекииля на служение, которое определил ему Бог. В какой-то момент каждый из нас получает призвание от Бога. Во-первых, то, что важно, это пойти. Понимаете? Очень важно ответить на это призвание. Потому что Бог делает призыв. И если человек не ответит, то Бог позовет и ответит кто-то другой. Вы знаете, для Бога не важно, в принципе, мои способности, мой интеллект. Для Него не важно вообще образование и многие другие вещи. Единственное, что он ценит, это состояние сердца. Внутреннее состояние человека. Когда человек желает служить Богу, поверьте, он откроет в человеке таланты, дарования, повысит IQ, если нужно, если не нужно, понизит. Это нормально все. Бог работает так, чтобы было наиболее эффективно передано Его Слово. И очень часто человек может просто помешать Богу. Добавив что-то свое. Нам же как кажется? Ну вот еще один завиточек. Ну вот еще тут цветок надо какой-то. Нам очень трудно сделать все так, как сказал Бог. Нам кажется, можно еще чуть-чуть лучше. И вот важно вместить и понять, что полнота заключается в том, чтобы сделать то, что говорит Бог. И первое, что я хочу сказать относительно этого текста, здесь на самом деле есть очень много вещей глубоких. Но я сегодня говорю о любви. О любви к ближнему. Мы живем. Вот это место называется пуп земли. Мы вчера чуть-чуть на домашнем говорили. В русском переводе этого нет. Но вы видите, в двух местах, в двух. В книге Судей и в книге пророка Иезекииля. Говорится о том, что Иерусалим и Израиль это пуп земли, Табурга-Арец. Вот так написано на еврейском. Ну, в русском языке немножко по-другому. На вершине земли, там более так оно величественно передано, но не отражает сущности. Потому что, когда мы говорим пуп земли, да, даже по-русски, очень понятно, о чем идет речь. Так вот, мы с вами имеем привилегию, мы с вами имеем честь жить здесь, на этой земле. Это центр вселенной. Бог так сказал. Есть Джамалунгма, есть Арарат, есть Эльбрус, но самая высокая гора, это гора Цион. Не географически, а духовно, потому что на нее сходит Дух Божий. Бог сказал, вот это мое место. Здесь будет все происходить. И там все происходило, потому что гора Муриа, это одна из возвышенностей. У нас немножко вот, как бы есть такие моменты в русском варианте. Например, где умер, где умер Моисей, кто помнит? Так, отлично. Нево. И второе место. У нас написано Фазга. На вершине горы Фазга. Так вот, Нево – это гора, а Пизга на иврите – это вершина любой горы, неважно какой. Нам его написали, как будто это название. На самом деле, это не название, а определение. И такие вот детали, вот мелочи, они помогают нам просто более четко понимать, что говорит Бог к нам. Речь не идет о том, что мы как бы должны полностью сосредоточиться на мелочах, но обязательно нужно им уделить внимание, потому что без них картина не будет вот как бы выражена, как бы с тенями. Вот кто рисует? Кто рисует? Все рисуют. Чего вы руки не поднимаете? Все рисуют. Нет такого человека, который не рисует. Схемки человечиков в детстве. Мы все рисуем. Просто одни рисуют на одном уровне, а другие на другом. Чтобы говорить с Богом, оказывается, нужно, чтобы Дух Божий вошел в человека. Увидев это, я пал на лицо свое, слышал глаз глаголющего, и он мне сказал, Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою. И когда он говорил мне, вошел в меня Дух и поставил меня на ноги. Удивительно, но до того, как мы познали Христа, мы все вот были примерно в таком состоянии. Мы не могли предстать пред Богом, мы не могли вообще, на ногах не держались, даже самые крепкие из нас. Мы не держались на ногах. И если Библия говорит, что когда сходит Бог, горы плавятся, как мозг. Вдумайтесь только в это. Это он еще ничего не сделал, он только пришел. Уже поплыл камень. Такая мощь, такая сила. Бог говорит слово, и появляются звезды, в галактике. Мне, чтобы сделать табуретку, я не знаю, надо сидеть, руки в кровь, наверное, там, об этот рубаном стереть, потому что я не привык к этой работе. Пока у меня что-то получится. Бог говорит слово, и появляется. Целые миры. Потому что он так решил. И знаете, Бог не говорит десятью раз, да будут звезды, да будут звезды, там, как повторяют, повторяют, повторяют. Иисус тоже так не делал. Он сказал, выйди, и вышел, нечистый дух. Он не молился там по четыре часа. Это сегодня не дема, но, знаете, Писание ясно показывает нам, когда в одной точке все сходится, желание Бога, ты там находишься, и приходит тот, кто должен освободиться, происходит освобождение, вот так. Я, несколько раз меня Бог в этом использовал. Я не могу сказать, что я там такой служитель по освобождению, но я пережил эти вещи. Я благодарю очень Бога, потому что Бог дал мне пережить толкование иных языков. Два раза в моей жизни такое было. Когда я толковал язык, на котором молился человек, он говорит, я не понимаю, о чем я молюсь. Он мне приходит, я открываю Библию, говорю, вот написано, то, о чем ты молишься, и тебе нужно вот в этом, в этом покаяться. Он говорит, никто этого не знал. Как такое может быть? Я тоже не знаю, как же. Разве можно это объяснить или понять? Но это не происходит по заказу. Я тоже не могу идти ключей объяснить. Так вот, Дух Божий вошел в меня и поставил меня на ноги без Духа Божьего, но просто разлагающийся труп. Вот я разлагался до 30 лет. Я очень жалею, что Бог меня раньше не нашел. хотелось бы, чтобы раньше это произошло. И знаете, люди это ощущают, мы же чувствуем эти вещи, внутренняя пустота, нет радости, не удовлетворяет то, что раньше тебя радовало и так далее. Как только ты приходишь к Богу, Дух Божий входит в тебя, ставит тебя на ноги. Раньше ты лежал или ходил на голове, как акробат. А сейчас Он тебя поставил на ноги, потому что Он сделал эти ноги, чтобы ты на них ходил. И сразу наступает облегчение, потому что человек начинает занимать то место или то положение, которое ему положено занять перед Богом. И мы иногда десятилетиями можем дергаться, вырываться. Мы думаем, что мы взрослые. Самые взрослые среди нас точно такие же дети, как дети. Игрушки поменялись. Раньше была машинка пластмассовая, теперь в нее бензинчик можно налить. У девочек раньше была у нее кухня пластмассовая, а теперь ей надо еду готовить из настоящих продуктов. Раньше дочки матери в куклы были, а теперь по-настоящему все. В жизни очень много примеров. Что я пытаюсь сказать? Я пытаюсь сказать, что наша внутренняя сущность, она не особенно меняется относительно вектории. Меняются просто вещи, предметы, наше восприятие тоже немножко меняется. Но векторы остаются прежними. И вот когда Бог приходит в нашу жизнь, Он упорядочивает эти вектора. Вектор это сила, которую мы прикладываем для того, чтобы совершить ту или иную работу. И вот если раньше мы распылялись, мы свои силы задали неправильно. Придя к Богу, мы начинаем правильно это делать. Отсюда внутренний мир, отсюда удовлетворенность, отсюда осознание того, что ты живешь и поступаешь правильно. Откуда ты знаешь, правильно или нет? Бог так сказал. А что, я должен тебя слушать? Кто ты такой? Завтра тебя похоронят и нет у тебя. А Бог вечный. Он все создал. То есть речь идет о авторитете, который для меня в моей жизни является главенствующим. Мудрость чтобы не вырваться как ребенок. Знаете, а-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И так человек может до 80 лет жить. Бог его зовет, говорит, пойдем. Упал ножками трассе, дергается весь. Ему 65 или 85. А вот он так себя ведет. Если на него духовно посмотреть, коммунизм там кто-то, да, коммунизм, какой коммунизм, Что за ерунда? Где он вообще есть? Утопия. Более того, идея-то содрана со второй главы Деяния Апостола. Так зачем мне жить плагиатом, когда я могу питаться оригиналом? Какой же смысл? Где же мудрость тогда? Когда Дух Божий входит в нас, Он нас лечит, лечит. Мы всегда хотим, чтобы Бог вылечил, Бог болит, да? Нога хромает. Иисус говорит, слушай, душа, тебе лучше вообще без ноги войти в Царство Божие, главное войти туда. Что толку, если ты с двумя руками и ногами попадешь в ад? Какой в этом смысл? И Бог особое значение придает тому, что внутри, то есть тому, что живет в этом теле. Это очень интересно, потому что исцеление всегда начинается с внутренней составляющей. И если внутренность не вылечилась от греха, от гнили вот этой, то все остальное тоже не сможет вылечиться. И рано или поздно человек умрет. Самая болезненная болезнь или самая неприятная болезнь – это смерть. Мы просто не отождествляем эти категории болезнь и смерть. Болезнь – это еще можно выздороветь, да? А смерть? А смерть вообще приобретение, Павел говорит. Просто нужно подход другой к этому иметь. Смерть – это разделение, когда душа выходит из тела. Вот это и есть смерть. И вопрос, где она будет? Поэтому, чтобы говорить с Богом, общаться с Богом, нужно, чтобы Дух Божий вошел в человека. Второе. Нам нужно понять, кому мы посланы. Возлюбленные братья и сестры, мы посланы к Дому Израилева, иначе вы не были бы здесь. Вы же верующие люди все, и я с вами тоже. Мы верующие люди все. И где мы живем? Внутри своего народа. В большей степени ты еврей, в меньшей степени ты еврей. Какая разница? Даже если ты пришелец на этой земле. Тем более. Пророк Исаия говорит, будут говорить тебе непонятным языком. Мы когда на еврите говорим, мы примерно так оно и выглядит. Но Бог нашими устами говорит правду. Нашими устами говорит истину. Вторая глава книги пророка Исаия, лично для меня, я просто свидетельствую вам об этом, является очень-очень-очень-очень-очень большим ободрением. Потому что здесь написано, не важно, будут они тебя слушать или не будут. Вот для меня это ядро. Важно говорить. Почему? Бог тебя призвал говорить. Призвание в чем заключается? В том, чтобы передать дальше эту благую весть. И Бог призвал нас говорить. Будут они слушать или не будут. Тут даже не идет пока еще речь о покаянии. Речь идет о том, будут они слушать или нет. То есть, согласны они вообще послушать, что там у тебя есть. Или они будут отмахиваться. Так вот здесь написано, даже если они будут отмахиваться, не хотим тебя слушать, а ты все равно говори. Говори. Потому что потом он поймет, что был тот, кто говорил истину. Не может совершиться по-другому. Вот это дело. Мы же как хотим. Пошел, попроповедовал. Раз покаялся. О, результаты. Результаты. Как в пионерском или как там в этом. Комсомольской организации. Меня до сих пор колодит. Я когда это слышу, я это терпеть не могу. Все эти отчеты, вся эта ерунда полная. А сколько человек покаялась через тебя? Я говорю, откуда я знаю? Нет, сколько. Я тебе скажу, когда придем на небо. Я не веду запись. Кто я такой? Может быть один, может быть много. И вот это то, что тут написано. Я лично переживал каждый день. Мы проповедовали на улицу. Ходили и проповедовали в Киеве каждый день. В метро, в трамвае, на Казаре. Очень громко. Так что у него свой фон есть, звуковой. Покупают, продают, торгуются, движение. Но там как только встанешь вот так с Библией, помолишься громко. Что там этот сумасшедший кричит? Проповедь прокричал. О лесах неправильных. Вот я проповедовал о воровстве, о наркотиках. Вот то, что на пазах произошло. Потому что я работал когда-то на рынке. Два с половиной года. Шашлыки прошел. Шашлычник. А вы еще много про меня не знаете. Людей обманывал. Кусочек мяса пока продашь, три раза обманешь. Сначала когда его маринуешь, потом когда жаришь, и третий раз когда взвешиваешь. Я покаялся в этом. И вот страшно. Страшно. И ни один человек не пришел от этой проповеди. Потому что я проповедовал. Там сумка у меня была. Там газеты, эти трактатики. Мы все это пропечатывали. Адрес церкви, дни богослужения там напечатано. Знаете, один раз нажал. И там воскресенье 11 утра или 10 утра. Четверг. Молодежь очень все. И мы раздавали каждый месяц. Я помню 10 тысяч экземпляров газет было. А вот этих трактатиков не знаю даже сколько тысяч. В месяц каждый, это мы вот так полтора года подряд. Сколько тысяч мы раздали. А сколько тысяч услышало. И ни один не пришел в общину. Но, когда я вот это читал, будут они тебя слушать или не будут? Ты проповедуй. Знаете, потому что бывает так, что он с этого базара пришел домой, А у него вот тут в голове покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Сидит и вот так вот ему бьет, как набатом. Он пойдет и покается, только где-то в другом месте. Может такое быть или нет? Конечно. Поэтому исполнять волю Божью нам нужно независимо от того, какие у нас результаты. Библейский пример. Мой. Проповедовал 120 лет человек. Кто из вас 120 лет только проповедовал? И что? И ничего. Только семья спасла. Восемь душ. Нельзя сказать, что большие результаты. Правда? Но написано, верой его Бог осудил весь этот мир. Мы просто пытаемся взвешивать на своих весах то, что мы делаем для Бога, и то, что Бог делает на своих весах. И нам кажется, о, здесь не хватает, надо больше, надо больше. Но мы не знаем отдельного веса того, что мы взвешиваем. Помните такой детский вопрос? Что больше весит? То на железо или то на ваты? Весит одинаково. Только место занимает. По-разному. Правда? Плотность другая. Так же и дела наши. Петр. Апостол Петр. Сколько людей покаялось от его проповеди? Только в Иерусалиме. С двух проповедей 8 тысяч, да? Три тысячи, потом пять тысяч. Две проповеди. Публичные. А кто его привел ко Христу? Андрей. Андрей, рыбак. Про Андрея мы не знаем, мало мы знаем. Он тоже проповедовал. Мы знаем, что он вверх по Днепру поднялся туда. Проповедовал там, где я родился. Когда-то и пророчествовал там. Но он привел Петра, а Петр такой плод у него огромный. Поэтому нам нужно понять просто, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с самым трудным народом. Самый трудный народ. Самый упрямый. Самый жестоковынный. С огрубелым сердцем. Но, братья и сестры, в этом же вся благодать. В этом же вся благодать. Живешь, первое, в пупе земли. Второе, проповедуешь самому трудному народу. Один, даже если покается, тысячу стоит. Как динар золотой. И медные монеты. Я не говорю, что какой-то человек хуже, какой-то лучше. Осознание, это сравнение просто. Осознание призвания. Где мы находимся? Что мы делаем? Поэтому нам нужно проповедовать. Нам нужно не ослабевать. Это люди с огрубелым лицом и жестоким сердцем. К ним я посылаю тебя. Бог знал, кого и куда посылать. И если мы находимся здесь, значит все правильно. Иначе мы бы находились в другом месте. Первое Коринфянам 10.13. Помните? Ибо верен Бог, который не попустит вам быть испытываемыми, в русском языке искушаемыми, сверхсилой. Но при искушении даст и облегчение. Так, чтобы вы могли его перевести. Все, что мы встречаем в своей жизни, говорит о том, что мы можем это преодолеть. Мы можем это сделать в этих условиях, в этих обстоятельствах с этими людьми. Мы к этому признаны. Мы к этому предназначены. Четвертое, что нам необходимо, нам нужно не бояться. То есть не нужно бояться. Нужно говорить. Бог обеспечит. Даст защиту. Даст. Я знаете, у меня сколько раз так было? Два раза точно, я помню. Даже больше. Три раза. Захожу в метро. Спит, блин, все, я молюсь. Я готовился, чтобы идти проповедовать так каждый день. Молюсь. Захожу в метро, полупустой вагон. Сидит вот так вот. Ну, через три метра. Мужчина молодой. Бритый вот такой, лысый. Это середина девяностых. Темные очки. Голова, как ведро от краски, 18-литровый вот это. Здоровый такой. И у меня такой голос внутри. Ну что, приехал. Такой, знаете, голосочек. Я думаю, нет, приехал я, буду говорить. Встал, вот так Библию поднял, глаза закрыл. Молюсь. Молюсь, думаю, сейчас как стукнет меня. Открывая глаза, сидит. Ну, я проповедую, значит. Попроповедовал. Обычно проповедь не очень длинная такая, короткая проповедь. Взрывная. Потом призыв к покаянию я делал и молитву покаяния говорил. И вот, когда я все это закончил, эта голова поворачивается вот так ко мне. И на весь вагон говорит, аминь. И мне так сразу легко так стало. Были случаи, когда мы с другом моим вышли, там, выход из метро. И знаете, вот идет поток людей, как река. И такой там дорога сюда идет, и дорога сюда. И вот клинышком таким бордюр и тротуар чуть-чуть выше. И вот этот поток идет прямо вот на тебя, и вот так вот он расходится. Такое хорошее место, да? Вот друг мой молится здесь. Я проповедую. И вот появляется какой-то человек, выпивший, я чувствую, перегар, да? Начинает меня толкать кулаком в грудь. А я проповедую, не останавливаюсь. Вдруг, я только видел, как Валера так его взял за руку, в сторону. А я не поворачиваюсь, я дальше проповедую. И нету его, куда-то он пропал. Ну, я просто смотрю, Валера рядом стоит, никуда не делся. Я думал, он его уже повел куда-то. Оказывается, стояли мужики. Пили пиво после работы. Рядом, вот тут, возле ларька. И когда они увидели, что он мне мешает, мы потом, когда уходили, видели, как они его трясли вот так за ларьками там. И не отпускали. А он им говорил, типа, ты, я же свой, типа, я же за право дело. А они ему говорят, ты чего мешаешь? Человек Слово Божье говорит. Дай послушать. Никогда не знаешь, как вступится за тебя Бог. Вроде бы, вот они пиво там стоят пьют, да? А завтра, может быть, кто-то из них уже служение будет совершать. Потому что я думаю, это период такой был в моей жизни. Я просто знаю человека, который это делает уже лет 15 каждый день. Вот он меня и научил к этому. Но, как бы, мое время прошло, я уже двигаюсь по-другому. Были и другие варианты. И каждый раз, знаете, невозможно к этому привыкнуть. Вот каждый раз я шел, проповедовал, и у меня колени тряслись от адреналина, который выбрасывался в кровь. Не потому что там, боись, а там понятно все. Вот те, кто спортом занимались, понимают, о чем идет речь. То есть, когда буквально вот ты перед стартом, уже все. Ты уже как жеребец породистый. Ты уже стоять не можешь на месте. Ты уже горцевать начинаешь. Это адреналин. Вот я это чувствовал каждый день, понимаете? Стоял, у меня аж вот так вот. Я вот так вот топтался, чтобы незаметно было, как меня колотит. Такое количество адреналина выбрасывалось в кровь. И невозможно привыкнуть месяц, два, три, год, каждый день. Одно и то же. Были случаи, когда трамвай остановили между остановками, вожатый. И пока я не закончил проповедь, он не двинулся с места. Я еще думаю, что он встал? Ну и проповедуют. Так чуть-чуть дольше еще, знаете. Уже, ну все, уже все я сделал. Только я закончил, раз, поехал. Оказывается, она нарочно остановила. Дверь же закрыта, им деваться некуда в этом трамвае. Вот так вот Бог работал. Да, я думаю, у Иры тоже были эти случаи разные, да? И тут написано, Бог говорит, не бойся их. И я шел и говорил, Господи, я все равно боюсь. Еще больше боюсь не идти, поэтому иду. Правильно написано в притчах? Начало мудрости, страх Господень. Когда ты начинаешь бояться, потерять с Богом близкие отношения, это двигает тебя вперед, это дает тебе мотивацию здоровую. И поэтому 6-7 стих. А ты, Сын Человеческий, не бойся их, не бойся речей их. И если они волчьстами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Мы с вами пока что не живем у скорпионов, по-честному, если говорить. Терны и волчьсты мы так, пока что видим из окна автомобиля, там на поле где-то. Мы пока еще не продираемся через эти терны, обдираясь в кровь. Пока что этого не происходит. Но Бог говорит, даже если это начнет происходить, не надо бояться. Надо двигаться вперед. Вы знаете, Господь дает нам вызов. Это Эдгар, то, что на иврите называется. Он вызов тебе бросает. И это и есть призвание, призыв. Дать человеку вот этот вызов. И нам не нужно бояться бросить этот вызов этому миру. Говорить. Говорить о спасении. Об Иисусе Христе. Потому что Он и есть. Истинный Машиах. Люди не стесняются клеить на весь Израиль дедушку в шляпе и писать. Мелыха Машиах. Король Мессия. Это Равин, который умер и не воскрес. Все равно Машиах. Знаете, наш Равин воскрес. Он и есть истинный Мессия. В Нем совершились все пророчества. И Его пророчества совершаются по сей день. Не надо бояться. Сын человеческий. Не бойся. Не страшись их лица. Лицо у них обычно, оно как бы, знаете, искаженное такое. Орут. Я вот когда тогда проповедовал, я понял, почему орут. Те. Вот на меня. Они орут от страха. Это защитная реакция. Любое животное, оно кричит. И человек кричит, когда страшно. Пытаясь напугать. Поэтому, когда я кричу, я Слово Божие кричу. Хотя мне и страшно. Я вопреки этому делаю. Понимаете, разница какая? Вот между верующим и человеком из мира. А тот, кто в миру, он кричит, потому что боится, но хочет, чтобы ты его боялся. А Бог говорит, а ты их не бойся. Если у него медный лоб там или каменный, твой как алмаз будет. Алмаз. Это сколько каратов на лбу есть, появится. Алмазный лоб такой, режет все. Господь ободряет нас из этого слова, чтобы мы не ослабевали. Чтобы мы не чувствовали себя ущербными, такими забитыми верующими. В нас должно быть достоинство. Мы говорим правду. В нас должно быть достоинство. Слушают они или нет, это уже не мое дело. Я им сказал, и шалом. Дальше с вами Господь уже будет работать. И ты или покаешься, или на суд пристанешь пред Богом. Обнаженный. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Была у меня еще одна сноска по поводу призвания. Это сноска, кто там хочет пометить себе. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 16 по 23 стих. Там Иисус говорит, я вас посылаю к погибающим овцам дома Израилева и так далее. И вот Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Это Иисус говорит. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь. И я победил мир. Аллилуйя. А как Он победил этот мир? Умерев на кресте. Интересная победа, правда? Бог вообще, Он так действует удивительно. Пришел израильский народ, например, к Ерихону. Ну, нормальная армия что делает? Стенобитные машины готовят, так или нет? Башню для атаки, для штурма. Вал насыпают. Бог говорит, берите шуфары и ходите трубите 7 дней вокруг этого города. Хотя сидят на стене и не поймут, что они там делают. Сумасшедшие какие-то. Но через 7 дней, когда они вместе все возвысили голос и закричали, стена рухнула. И каждый, а они вокруг города. Просто и рухнула стена. Я читал исследования археологов вокруг Ерихона, вот раскопки. Там есть участки, как будто стена, так и пишут. Это неверующие люди причем пишут. Как будто стена под большим давлением вот сверху, прямо 5-6 метров сдавлена была в грунт. То есть грунт оказался слабее, чем эта кладка, чем эта стена. Части распались просто, разрушились от вот этого удара. А какие-то куски просто в землю вошли. И так и остались. И видно там срез прямо, вот видно, как оно туда вдавлено просто было. И так Господь работает. И здесь Иисус говорит, мужайтесь, я победил этот мир. Да, нам страшно. И мне страшно. Почему я это говорю? Я не хочу, чтобы вы думали, что проповедник, который говорит проповедь, он не боится, или он не такой, как все, или он чем-то там особенным обладает. Ничего такого нет. Мне может быть больше, чем вам страшно. И я не боюсь об этом сказать. Потому что в той книге, которую Господь позволил мне написать и издать, я там говорю об этом. Храбрый человек – это не тот, кто не боится. Храбрый человек – это тот, кто подавляя в себе или побеждая в себе чувство страха, делает то, что должен сделать. Боятся все. Это инстинкт самосохранения. Это вложено в нас, это предохранитель. И если этот предохранитель не работает, человек не храбрый, он не смелый. У него нету просто прибора. Если он не боится, либо он не понимает ситуацию, адекватно не может судить о ней. Может быть, нарушения какие-то у него в мозговой деятельности. То есть разные причины могут быть. Или не знает просто. Как ребенок, когда вставляет в розетку булавку, он не знает, что там сидит электричество, которое оттуда ему как даст, что его уже отбрасывает. Потом он об этом узнает. И поэтому он туда, ему говорят, нельзя, а он вставляет. Почему? Не понимает. Потом, когда почувствует, начинает бояться уже. И не вставляет. Вот так это работает. И поэтому Господь говорит каждому из нас, а ты, человек, не бойся. Не бойся. Ибо я с тобою. Исайя 41, 10. И не смущайся. Ибо я Бог твой. Я поддержу тебя и подкреплю тебя. Своей рукой, своей мышцей простертой. Я придам тебе силы. Что это значит? Опора наша Бог. Не надо бояться. Нам есть на кого опереться. Реально в этом мире. Поэтому он говорит, в этот мир идете. Там будет скорбь. Мне нравится вообще то, что говорит Иисус. Он не говорит, что я вас в этот мир посылаю, и у вас будут золотые и бриллиантовые кольца, дорогие автомобили. У вас будет шикарная недвижимость с джакузи и рабами. Или там прислуга. Он говорит, скорбь будет там. И есть определенные сосуды, которым Бог дает много денег, потому что знает, что они все это передадут в тело Христа. И миллионы людей, ну, может, не миллионы, но десятки тысяч, молятся, желая стать этим сосудом, как бы. И говорят правильные слова Богу. А Бог не дает, потому что знает, что как только он получит, начнет употреблять для своих вожделений. Так написано в послании Якова. И не дает. А человек может на это в жизнь потратить, молитвенную. Да он вообще, для другого ты призвал, друг. Иди, проповедуй. Деньги другому он даст, чтобы он тебе выдавал по чуть-чуть, а то ты все на себя потратишь. Ты же не умеешь ими распоряжаться. Тебе нужен финансовый управляющий, который тебе будет давать по чуть-чуть. Это все в теле Христа работает. Поэтому каждый должен осознать свое дарование и служить, призвание исполнить в соответствии с этим дарованием Святого Духа. Бог тебя создал ногами, а ты подумал, что ты глаз. И ты начинаешь ногой пытаться что-то увидеть. Представляете себе? Картину. Ты нога, и ты пытаешься что-то увидеть или услышать. Пяткой. Ты опорно-двигательный приспособлением. У тебя другая функция в теле Христа. Но проповедовать или исполнять служение, говорить мы все должны. Главное, пятое. Любить Господа и любить ближнего. Сколько из нас, верующих в Ешуа, как в нашего Мессию, внутри ненавидят евреев, не любят еврейский народ. Они об этом, конечно, вслух никто не говорит. Мы же верующие, мы же всех должны любить. Мы же знаем, как должно быть. Ну вот эти вот поясатые, ухо и мне, ой, видеть их не могу с этими своими. Вот оно все это выходит наружу. Ой, я так люблю людей, я так люблю еврейский народ. Но вот этих вот, вот именно этих я видеть не могу. Как же ты им проповедовать будешь? Надо разобраться внутри себя в своих чувствах. Невозможно передать благую весть без любви. Это главное, что я сегодня хочу сказать, братья и сестры. Нужно любить и уважать этих людей. Вот такие, какие они есть. Потому что так сложилось. Я мог бы вам зачитать пророчество об этом. Я уже не буду этого делать за недостатком времени. Но в этом их полнота. Мы вчера на домашке вот говорили о том, как только священные писания попали в руки людей, владеющих греческим языком, сразу начались дописки, добавления, исправления. Каждый следующий, кто этот свиток переписывал, ну, здесь вот надо получше мысль выразить. Чуть-чуть добавил. Потом следующий, понимая это, опять что-то привносит. По чуть-чуть. Вы должны знать, что в Новом Завете есть вещи, которых на самом деле не находят в рукописях 4, 6, 7 столетия. А они уже есть в рукописях 11 и 12, 10 столетия. Добавлено и сменено. Евреи, как писали эту Тору, три с половиной тысячи лет назад, и сегодня вот у нас эта Тора, пятикнижья Моисея, буква в букву. Мне это нравится. Я уверен, что это Слово Божие не изменяется. Но мы должны любить этот народ, благодаря которому сохранились священные писания. Сохранилось то, что ты уверовал, на чем основана сегодня твоя вера. Иначе ты сегодня читал бы записки современников, а не Слово Божие. Если бы в него добавляли по чуть-чуть, три с половиной тысячи лет, да ты если бы сегодня сравнил то, что сегодня, то, что было три тысячи лет назад, с половиной, ты бы не узнал вообще этого текста. Поэтому, когда кумранские свитки были найдены в 1948 году, весь ученый мир библеистики вот так вот вздохнул с облегчением, потому что свиток пророка Исаии, который был примерно, ему было две тысячи лет на тот момент, время написания, это время вот, первый век до Рождества Христова. Один в один, то, что сегодня мы имеем в Масаретском тексте. Аллилуйя! Кроме этого, там еще было найдено 980 свитков, вообще примерно 980 свитков, около тысячи. Различные. И там есть интересное очень писание. Поэтому любить ближнего, это любить того, кому ты проповедуешь по факту. А мы проповедуем неверующим, а мы проповедуем религиозно обремененным людям, утяжеленные традициями. Представляете, да? Утяжеленная все это традицией. И не просто какая-то там традиция, придуманная человеком. Традиции, основанные на Священных Писаниях, их вообще с места не сдвинуть. Но Господь любой камень сдвинет с места. Господь может изменить все, что хочешь. Я уже сказал. Бог произносит Слово, и появляются галактики. Млечный Путь появляется. То неужели Он не может изменить сердце того, кого Он создал из праха земного? Может. Но Он хочет, чтобы ты и я, мы стали инструментом в Его руках. Причем инструментом послушным. Чтобы Он, Творец, делал то, что Он хочет. Все, кто работали с инструментом, понимают, да, о чем идет речь. Ну, у женщин свои инструменты, а у мужчин свои инструменты. Тем не менее, мы им делаем то, что задумали здесь. И даже то, что видим иногда в своем воображении. Правда? у каждого по-разному это работает, конечно. Например, парикмахер Ша видит вот так. И она раз и сделала. Она смотрит, и она что-то видит. Мужчина тоже смотрит на кусок железа и видит уже каждый свое. Расскажу вам одну неканоническую притчу. Не каноническая. Идут по мосту три человека. Один представитель японского народа, другой представитель американского народа, а третий представитель русского народа. Лежит на мосту огромный такой кусок железа. Японец говорит, вот бы взять это железо, сколько бы можно было из этого железа сделать автомобилей, продать и заработать деньги. Американин смотрит и говорит, нет, взять бы это железо и сделать бы из него оружие, тоже можно было бы продать, еще больше можно было бы заработать денег. Русский стоит, смотрит, говорит, бросить бы это железо с моста, вот бы болтыхнуло. когда мы пришли покаялись и уверовали, неужели мы не должны видеть какую-то цель впереди, а мы похожи на этого русского. Мы покаялись и теперь думаем, чтобы бухтыхнуло посильнее только. А нам нужно призвание исполнить качественно, так, чтобы польза была для других людей, так, чтобы можно было это применить. Поэтому любить народ, любить Бога можно только, когда ты любишь народ, в котором ты живешь. Моляйся этот народ, проповедуя, это и есть любовь, говорить о том, что ты отравлен и тебе нужно лекарство, сыворотка нужна, которая действует против яда, она тебя спасет, твою жизнь. Это Евангелие, это Мессия. И мы подвергаем себя опасности, последняя сноска Псалом 30-й, 25-й стих. Я подожду, чтобы открыли. Псалом 30-й, стих 25-й, любите Господа все праведные Его, Господь хранит верных и поступающих надмена воздает с избытком. Мужайтесь и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Аминь. Вот оно ободрение. Любите Господа. А как можно Бога любить, которого ты не видишь? Апостол Иоанн хорошо об этом написал, правда? Только любя ближнего, которого ты видишь. И это если ты говоришь, что ближнего, которого ты видишь, ты ненавидишь, а Бога, которого ты не видишь, ты любишь. Иоанн говорит, ты обманщик, лжец. На Украине называется брехун. Брехун. Неправду говорит. Апсалом говорит, любящие Господа, надейтесь на Него, уповайте на Него. Поэтому наша любовь к Богу должна выразиться в том, чтобы мы любили тех, кто находится рядом с нами. Если чего-то не хватает, дать. Мы обычно это воспринимаем как материальное. Знаете, мы живем в достаточно благополучном обществе. социальными программами хорошими. И то, что дань не хватает людям, это просто теплота, любовь, доброе отношение, понимание. Понимание, просто понимание. Почему распадаются семьи? Нет понимания. Почему ненависть? Нет понимания. Любовь способна все это изменить. Поэтому раскрыть человека можно для Господа, только любя его. Но время терять нельзя. Поэтому после этой проповеди тоже вы не будьте так, сейчас на стул мы тебя посадим, сиди, мы тебя сейчас любить будем. Носить ему, начнем там, еду или еще что-то делать. Все должно быть естественно. Естественно. В нормальной форме. Постепенно. Знаете, много лет иногда нужно, чтобы кто-то покаялся. Но если мы будем любить внутри, вот искренне, и пытаться найти место, где можно перекинуть мост, мы его найдем. Мы, может быть, будем 10 лет идти вдоль этой пропасти. И вдруг мы видим, вот, вот оно дерево, а вот это расстояние, которое покроет это дерево. И перекинем этот мост. Например, моей маме, которая, слава Богу, уверовала и покаялась, понадобилось 7 лет или больше. Примерно. Это время заняло. Может быть, меньше. Мне кажется, что 7. 7. Вы даже себе не представляете, как у нас было. Встретимся. Полчаса нормально, пока говорим о политике или там о погоде. Ну и как только мы чуть-чуть начинали, все. Все. Пушки, танки, тяжелая артиллерия. И мы через 40 минут с моей женой уже спасибо откланялись и домой. О, вы фанатики! Вы там в этой церкви живете, днюете и ночуете. Мы это все слышали еще пока в лифте спускались. Ну, опять, опять. И так много лет. Но я благодарен Богу за то, что Он открыл сердце человека, который дал мне жизнь. Это очень важно. Наши близкие, они тяжелее всего приходят к Богу, потому что они знают нас лучше всех. Но то, что вам кажется слабостью, может стать вашей силой. Потому что они знают вас лучше всех. Им есть чем сомнивать. А если они увидят у вас реальные и кардинальные перемены, они придут, потому что ну вот же меня когда мои родственники встретили тут, кто-то меня не видел, я не знаю уже сколько лет, смотрят на меня. Так это же не ты. так ты же не такой. Я говорю, был не такой, а теперь вот такой. И для меня это было самое лучшее свидетельство. Когда родственники сказали, что я, это не я. И мне это нравится. Потому что тот Ростислав помер. Помер. Не царство ему было небесное, а земелька. Понимаете, а царство небесное новому, рожденному от воды Духа Святого уже будет. Поэтому возлюбленные братья и сестры, как бы нам не было тяжело, страшно, давайте делать то, к чему мы призваны. Давайте мы будем потихоньку сеять, говорить, помогать, приглашать. И не думайте, ой, вот он не может там, это не твое дело, может он или не может. И не мое. Потому что я видел, когда люди все вот так вот бросают и идут в общину, идут в церковь. А еще находятся такие, что отговаривают его туда идти. Это я такой был. Другу своему, когда проповедовал, он приехал, все, пошли в церковь твою, каяться. Я ему говорю, ты что, куда тебе в церковь? Тебе нельзя, ты грешник сильный. Я не смог отговорить, за два часа пришлось везти его туда. И он там покаялся и родился свыше в первый же вечер. Понимаете? Потому что я так думал, как человек, а сам нерожденный еще был, а я на следующий день родил меня Дух Святой. И все. И тогда начинаешь понять, а, так вот оно, что оно было три месяца назад, пять лет назад. Так вот оно, что. Почему? Потому что появились у тебя правильные приборы, через которые ты начал видеть. Господь открыл тебе глаза, слепые глаза. Взял и открыл. Я искренне желаю, чтобы Господь нас благословил, чтобы вторая глава книги пророка Изекиля, она для нас просто была добрым, таким вот хорошим примером, когда люди говорили в очень тяжелых условиях, но они говорили это. А мы находимся в более простых условиях, но нам тоже надо говорить. Аминь. Аминь.